Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. Здесь все напоминает настоящую русскую сказку. Такие крещенские купания, уверяют жители поселка Ударник, запомнятся надолго. Инициативная группа посельчан решила организовать местным православным настоящий праздник. Я лет шесть назад первый раз искупался, первый раз погрузился в воду, можно сказать. И мне понравилось, но не было условий. Ни купели, ни шатра, где можно было бы раздеться, искупаться, можно окунуться в воде. И спокойненько зайти в шатер, согреться, одеться и выйти. Работа над крещенским чудом здесь идет уже десятый день. Один из организаторов, Дмитрий, показывает, как будет выглядеть все в реалии. Особенно ночью эффект будет невероятный. Поработать пришлось не только над внешним видом поселковой речки, но и позаботиться обо всех удобствах. Для этого здесь все предусмотрели. Вода должна подсвечиваться, специальные деревянные коврики, чтобы не ходить по снегу. И есть даже мини-баня. Во-первых, делаем мы все-таки для себя, и для друзей, и для людей. Ну и самое главное, для души. Параллельно кипит работа и на главной точке крещенских купаний – озера Песчаном в парке строителей. В отличие от инициативной группы из Ударника, основная работа здесь началась буквально сегодня. Однако организаторы не расстраиваются. Пообещали, что к началу праздника все будет готово. Слово обязательно сдержат. Костры будут, палатка будет, значит, будет горячий чай. Ну что еще будет? Музыка будет. То есть элементы шоу такого. То есть народу на это будет, несмотря на холодную погоду. Вот так степень готовности. Уже сейчас приближаемся к 100%. Здесь тоже обещают желающим окунуться в воду все удобства. Конечно же, нескольким скромнее. На потоке людей, уверяют организаторы, это никак не скажется. Только в прошлом году обряд крещения здесь совершили порядка пяти тысяч человек. Ирина Самкутяева, Виталий Сидоров, служба информации ТРК Евразия.